Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохло. Мы продолжаем цикл об истории средних веков. Пятый сезон этого цикла, в котором мы говорим об истории Византийской империи. И это седьмой выпуск данного сезона, который будет посвящен не историческим событиям, но историческому контексту той эпохи и такому важному феномену Византийской империи, как фемы и фемное устройство. Прежде чем перейти к этому выпуску, я уже в который раз хочу вам напомнить, что почти год, как идет активная фаза вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Вообще война началась в 2014 году, но вот последний год идут активные боевые действия. Как вы знаете, путинская Россия произвела массовое разрушение в нашей стране. У меня большая территория была оккупирована, там творились всякие зверства, ну это общеизвестно. Ну а с осени начались обстрелы энергетической инфраструктуры, из-за чего сейчас Украина имеет большие перебои с электроэнергией. И я записываю эти выпуски тогда, когда у меня есть такая возможность. Это конечно сейчас сложнее делать, чем раньше, причем я нахожусь не дома, а в достаточно безопасном месте, где ну как бы меньше вероятность, что прилетит какая-то крылатая ракета или там будет какая-то другая неприятность. Но в итоге, конечно, мне сейчас все это делать гораздо более сложно, если у вас есть возможность и желание поддержать мою работу, то присоединяйтесь к сообществу на сайте patron.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, а при желании становитесь мемберами. Есть два уровня, Тир 1 и Тир 2, на Тир 2 в частности доступны до премьерные показы выпусков без рекламы. Ну, так что буду рад вас видеть в числе моих подписчиков, ставьте лайки этому видео. Ну, а мы переходим к нашей теме, фемы и фемное устройство. Это довольно важные, а может быть и ключевые понятия для византийской истории в конце первого тысячелетия нашей эры. Это важно для понимания и военной системы, и территориально-административной структуры империи 7-го, 9-го, 10-го веков. Вот такие временные рамки. И я базируюсь в этом цикле на книге Успенского. Она была традиционной в начале 20-го века. И она, ну, как бы, относит появление фем к довольно раннему периоду. Есть другие мнения. Историки 20-го века имеют другое мнение, что фемы возникли позже. Я остановлюсь и на этом тоже. Но, в принципе, в основном я буду идти в логике Успенского. То есть, вот, в концепции раннего возникновения фем, которое явно по нему, по Успенскому, произошло в правлении Иераклия. А может быть, даже и раньше в правлении Маврикия. Альтернативная теория относит возникновение фем к правлению преемников Иераклия, а то и к правлению Константа Второго. Но это для нас не важно, потому что обе теории плюс-минус одинаково понимают суть фем и особенности фемного устройства. А вот это вот как раз для нас является ключевым. Вообще, в классическом понимании фема, по-английски это тема. То есть, первая буква тета, которая у нас преобразовалась в фито, и, соответственно, мы говорим фема. А может быть, правильнее было бы в классическом греческом тема. Это военно-административная единица. И для того, чтобы вы лучше понимали, что это такое в развитой уже концерции фемного устройства, то представьте себе аналогию военный округ. Изначально это было не так. Изначально, по-видимому словам фема, обозначалось крупное воинское формирование. Я вот думал, какое. Но скорее это объединение. Типа современной полевой армии. Конечно, по численности меньше, но по сути, типа полевой армии. Но есть вариант, что это соединение типа дивизии или корпуса. Об этом чуть позже. Важно тут то, что возникнув как воинское формирование, объединение или соединение, Впоследствии фема стала обозначать ту территорию, с которой это формирование обеспечивалось. То есть для этого формирования была определена территория, с нее осуществлялся набор воинов и обеспечивалось это формирование ресурсами. И вот постепенно как раз эта территория стала обозначаться словом фема. И поэтому, собственно, это то же, что в 19-20 веке стало называться военный округ. Потому что, кто не знает, зачем создается военная округа. Дело в том, что на базе округа создается полевая армия. И в случае начала войны штаб округа преобразуется в штаб армии. Эта армия выдвигается на театр боевых действий, а округ становится тыловой структурой гораздо менее важной. То есть суть округа в мирное время это структура для формирования полевой армии. А в Бизантии произошло обратное. Там полевые армии были посажены на землю. И из армии образовалась фема как военно-территориальная структура. Если мы берем концепцию раннего формирования фем, то идея фемного устройства могла возникнуть в правлении императора Маврикия. Мы точно этого не знаем. И многие историки против этого выступают. Но что мы знаем точно, что именно император Маврикий осознал необходимость реформирования Византийской армии. Потому что армия при Естиняне еще. Это в основном отряды при полководцах. Во многих случаях это отряды наемников. Наемников еще и федераторов. То есть такое позднеримское устройство. При преемниках Естиняне наступил кризис, как мы знаем, вообще империи и этой армии. Приходилось много чего переделывать, реформировать. И в частности Маврикий, как выдающийся полководец и стратег, предпринимал меры по реформированию собственной армии. По созданию собственной ненаемной армии, а постоянной армии из числа подданных империи. И косвенно в пользу того, что фемы, как вот такие военные формирования при Маврикии еще начали формироваться. Это то, что Маврикий в начале своей карьеры еще командует варварским соединением. То есть воинским соединением, набранным из варваров. При Тиберии II. Потом Маврикия становится императором. И есть сведения, что фема Анатолик во главе ее стоял Шурин Маврикия. Собственно, и поэтому это произошло еще при Маврикии. Но вот это вот такая гипотеза в подтверждении теории раннего формирования фем. Тем не менее, даже если эти фемы были в Примаврикии созданы, то есть прообразы этих фем как воинских формирований, то по ладаме воспользовался Ираклий. Потому что мы из прошлого высказнаем, в 622 год Ираклий выступает в поход против Персии. В эту большую военную кампанию он втягивается. И уже он использует фемы. И по крайней мере уже он использует совершенно новые воинские формирования, набранные из числа византийских подданных, а не из числа варваров. То есть у него была новая полевая армия. Или даже новые полевые армии. То есть, собственно, эти фемы. И фемы упоминаются в византийских источниках. Самое послово уже в правлении Ираклия. Но к правлению Ираклия его относят. Так вот, фема Анатолика. По всей видимости, как воинское формирование начало создаваться еще при Маврикии. И планировалось создать примерно 10 тысяч человек это воинское формирование. Еще одна фема, которая, возможно, была создана до начала правления Ираклия. Это Армениак. 622 год, когда Ираклий выступает в персидский поход, отправляется он из фемы Апсикии. И в 7 веке она становится одной из главных. Она располагается прямо к востоку от Константинополя и охраняет столицу с этой стороны. С западной стороны фема Афракия. Но в дальнейшем, конечно, фем становится все больше и больше. Максимальное их число это 26. 14 в Малой Азии, 12 в Европейской части. Но мы видим, что есть отсылки к географии. Но это не совсем то же, что и географическое название. Например, Армениак фема, а географическая область это Армения. Фема Анатолик, географическая область Анатолия. Фема Кибериоты, а географическая область Кибира. Ну, это еще одно подтверждение того, что фема в своем изначальном понимании это воинское формирование, но это не регион, не дождественно регион. Что говорят сторонники теории позднего формирования фемного устройства? Ну, насколько я понимаю, они не оспаривают саму суть фем. И даже тот факт, что Маврикий начал реформировать армию именно в таком ключе, о котором я только что говорил. Но они говорят, что фемы, как военно-территориальное устройство, как военный округ, прототип военного округа, появились в середине 7 века. Когда, собственно, полевые армии были посажены на землю. То есть, каждая полевая армия была назначена территория, с которой она набирала рекрутов и кормилась. И таким образом, почему эта реформа была проведена? Таким образом, центральное правительство не должно было тратить ресурсы свои, своей казны на обеспечение армии. Армии кормились с той земли, на которой они формировались. И все это решалось так, относительно децентрализованно. И вот поздняя теория гласит, что армия Армении была преобразована в фему Армениак в 667 году. Армия Востока, Ориенте, это еще и римский термин, была преобразована, посажена на землю в феме Анатолик в 669 году. Брезентальная армия преобразовалась в фему Апсики в 640 году. А вот армия Фракии на европейской части империи была преобразована в фему Фракисион в 740 году. Тут есть один нюанс, о котором поговорим позже. Но переход местных административных округов под власть стратега Фема, то есть военачальника, завершился лишь в начале 8 века в правлении Льва и Саврова. До которого мы еще не дошли, об этом будем говорить в следующем выпуске. Успенский излагает свою гипотезу возникновения фем и говорит, что фемы возникли из-за обилия невозделанных земель с одной стороны и натиска варваров с другой. В первую очередь эти варвары это славяне. И согласно Успенскому, императоры давали славянам землю. В обмен нанесениями воинской службы. Это хорошо согласуется с тем, что писал император Константин Парфирородный, проводивший этимологию слова «фема» от «фессис», что значит «поселение». Вот что писал Константин, который изучал историю своей империи в более позднее время. Цитата. Если же они не богаты, то им даются складчики, чтобы при помощи их могли нести свою службу. Если же они вполне обеднели и даже при содействии складчиков не в состоянии отбывать военной службы, то лишаются военного звания. Земельные же участки таковых воинов необчуждаемы и переходят в казенное ведомство на тот случай, что если бы кто из лишенных военного состояния снова поправился, то мог бы получить свой участок и снова быть зачисленным в свой отряд. В этом фрагменте слово «литра» обозначает то же, что римская либра, или английский фунт, кстати говоря, нынешний. Это счетная денежная единица. То есть это не монета, как мы привыкли, а это денежная единица, в которой производили расчеты, но не производили платежи. И вот в Византии литра равнялась 72 намисмам, а намисма это уже золотая монета. Или то же самое, что римский солит. Учитывая первоначальную, точнее, примерную стоимость земли, на тот момент Успенский рассчитал, что вот этому количеству 4 литры, вернее, стоимость 4 литры соответствовала где-то 70 десятинам земли, а в нынешних наших единицах это 76,5 гектар. То есть вот такой надел должен иметь кавалерист, конный воин. Для того, чтобы с этого надела получать доход, позволявший ему экипироваться и вести воинскую службу. Этот фрагмент не подтверждает версию Успенского о том, что фемы были связаны с поселением на них именно славян. Но сама суть его гипотезы прослеживается довольно четко. Тем или иным людям империя давала земли, земельные наделы в обмен на обязательства вести воинскую службу. А суть этой службы зависела от размера и, соответственно, дохода, который получался с этого надела. Надел переходил в наследство старшему сыну, одновременно с обязанностью нести воинскую службу. И государство защищало права собственности и неделимость этого надела. Человек, которому он был пожалован, не мог его продавать и вообще обчуждать. А определенные знатные люди или духовенство не могли владеть такими наделами. Если владелец этого надела умирал, и у него не было наследников, то он переходил обратно в казну. Если было несколько наследников, то тогда возникала складчина. Эти наследники должны были нести воинскую службу в складчину. Теперь о тех фемах, которые были основаны первоначально на протяжении 7 века. Армениак. Уже упомянутая одна из первых фем. Вероятно, название происходит от армии Армении. Территориально это большая территория к югу от Черного моря. К западу от нынешней, кстати, Армении. Это, ну, скажем так, северо-восток нынешней Турции. Столица Амасия, большие города Синоп, Трапезунт. Анатолик. Еще одна из первоначальных фем. Тоже большая фема. Название, вероятно, происходит... Вернее, это регион Анатолия. Но туда была посажена армия Востока. Территориально это даже, может быть, Каппадокия. Вот Каппадокия, правильнее тогда сказать, территориальная территория, на которой была посажена армия Востока. И образовалась ферма Анатолик. Центр Малой Азии. Это, кстати говоря, внутренние земли, непребрежные. Столица Амойум, большой город Икониум. Следующая фема, о которой уже упоминалось, это Апсики. И, вероятно, она образовалась из презентальной армии. То есть презентальная армия, это была армия, которая охраняла столицу. И она квартировала в Малой Азии, как раз вот к востоку Константинополя и к югу вот через Мраморное море, то есть на южном побережье Мраморного моря. Это северо-запад Малой Азии, столица Анкира, нынешняя Анкара. Фракия. Это фема к западу от Константинополя на европейской части. То есть вот полуостров, который вдавался между Черным и Мраморными морями. И, вероятно, изначально это все была презентальная армия. И, возможно, изначально это все была фема Апсики. Но довольно рано выделилась именно Фракия в отдельную фему, потому что разделяла море с Апсики. Столицей стал Аркадиополь этой фемы Фракия. И далее Карабисиан. Это морская фема. Позднее она стала называться Кивириоты. Она располагалась по южному берегу Малой Азии. И на островах Игейского моря столица, вероятно, была Атталия. Нынешняя Анталия. И далее фема Эллада. Это, собственно, древняя Греция. Центром ее были Каринф, затем Фивы. И она образовалась, видимо, позже. Но все-таки это одна из ранних фем. Потом, за последующие три столетия, произошли большие изменения в конфигурации этих изначальных фем. Ну, в частности, в IX веке из большой огромной фемы Армениак были выделены фемы Халгия, Колония, Харсиан. Частично в ее территории войдут фему Каппадокия. В X веке на востоке Армениака образованы новые фемы Себастья и Месопотамия. Вернее, Себастья это на юге, а Месопотамия на востоке. Ну, пограничные такие области. В начале VIII века из фемы Анатолик отделилась западная ее Турма. И образовалась Фракисийская фема. Вот тут такая схожесть Фракия-Фракисия. И вот в предыдущий раз, когда говорилось о феме Фракисион, то это, видимо, имелось в виду таки фема Фракисийская. Это примерно 740 год. И это тогда была Турма-Фемы Анатолик. Но она находилась на западе. То есть это восточное побережье Эгейского моря. Как раз города Смирна, Эфес. Но это все равно была большая фема Анатолик. И потом, в IX веке, ее разделили. Из восточного Анатолика выделили фему Каппадокия, к которой перерезали кусочек Армениака. Ну, а Анатолик, соответственно, остался посредине между Фракисией и Каппадокией. В VIII веке также фема Апсики была поделена. Большая часть, ее восточная часть выделилась в фему Букеллариев или Вукеллариев. И столицей, собственно, стала Анкира или нынешняя Анкара. А север, то есть прибрежные черноморские земли, фему Аптиматов. Она была расположена, собственно, к востоку от Константинополя. Что же осталось от Апсики? От Апсики остались земли к югу от Мраморного моря, по южному берегу Мраморного моря. Это она располагалась, уже вот эта уменьшенная фема. Что касается фемы Букеллариев, она выделилась из Апсики, но все равно это была большая фема. И в IX веке ее разделили, в свою очередь. Из северо-восточной части выделили фему Пафлагония. Что касается европейской части, то тоже в IX веке, по всей видимости, фема Фракия была разделена. И из нее выделилась фема Македония. Но это не Македония, собственно, а это Западная Фракия, на самом деле. Стала называться Македонией. А, собственно, земли Македонии позднее были преобразованы в фему Тессалоники. Или Фессалоники. Соответственно, с этим крупнейшим городом на берегу Эгейского моря. Далее. Фема Кевериоты тоже не сохранилась в первоначальном размере. Довольно быстро из нее выделились острова Эгейского моря в отдельную фему. А Кевериоты остались по побережью Малой Азии. Ну и дальше, в X веке, восток этой фемы был преобразован в отдельную фему Селевкия. Эллада тоже не сохранилась в первоначальном объеме. В начале IX века в отдельные фемы были выделены полуостров Пелопонез. И была создана фема Кефеллиния, куда вошли острова Ионического моря и, возможно, Апулия в Италии. Но позднее Апулия была выделена в отдельную фему, которая называлась Лангобарди. То есть вот Апулия – это фема Лангобарди, острова Ионического моря – это Кефеллиния. А Пелопонез – это, собственно, Пелопонез, а Эллада, насколько я понимаю, это Аттикабиотия. Далее, отдельные фемы были созданы для Сицилии. Она называлась Ситилия. И к ней относилась первоначально юго-западная часть Италии. То есть это Калабрия, Неаполь. Но потом они отделились. Далее, отдельная фема – остров Крит. Отдельная фема – Херсон. Это имеется в виду юг Крыма, Херсонес, нынешний Севастополь. Далее, отдельной фемой стал Деррахи, это нынешняя Албания. Отдельно была фема Далматия. Отдельно фема Никополь. Это Эпир, то есть это самая западная часть Греции, которая выходит к ионическому морю. Ну а после отвоевания у арабов отдельной фемой стал остров Кипр. Теперь рассмотрим организацию управления фемой как воинские объединения или соединения. Ну, воинские формирования. В чем разница между объединением и соединением? Объединение – это полевая армия. А соединение – это дивизия или корпус. И по численности, конечно, фема ближе к дивизии. Но, по сути, раз она формировалась из того, что стал военным округом, то, по сути, она, наверное, ближе к полевой армии. Поэтому, мне кажется, это правильнее назвать воинским объединением. Во главе стоял стратег, командующий, генерал, чин первого ранга, патрикий в Византийской империи. Хотя, на самом деле, ну это так должно было быть. Но нередко император назначал стратегами, преданных ему людей, более низких рангов. Третьего, четвертого ранга – это протоцпофариев, спофариев. Обычно считается, что численность фемы порядка 10 тысяч человек. Ну, реально, видимо, могли быть и больше, и несколько меньше. Но порядок 10 тысяч человек сохраняется. Ниже стратега были турмархи, командиры турм. Это вот большие воинские соединения. Ну, численность порядка 5 тысяч человек. Обычно в феме было 2 турмы, но могло быть и 3 турмы. Ну, вот в фракисийской феме, например, было одно время 3 турмы. Это аналог современной бригады. Далее, что ниже, становится не очень понятно. То ли друнга, то ли банда. Вот Успенский пишет банда, но в Википедии, по логике, наверное, это друнга. Потому что во главе стоял друнгарий. Численность этой воинской части порядка тысячи человек. Это типа современного батальона. И в турме обычно было 5 банд или друнг. Но могло быть и другое количество. Известны турмы из 7 таких вот частей. У каждой банды было знамя с номером этой воинской части. Кстати говоря, банда тоже тот же корень, что в слове баннер. Баннер знамя, да, английское слово баннер. Корень тот же, римский еще. Он идет вот как раз от этого корня. Общего происходят и знания, и банда как воинская часть. Но это вот большая банда или вот друнга. А вот другая банда, как ее подразделение, Успенский называют дружина. В Википедии называют банда. Это типа роты нынешней. Это около 200 человек. Во главе был комет. Но раньше мы комет переводили как граф. И это было высшее должностное лицо, типа министра. Но, конечно, понятно, что ротами министры не команды. И очевидно, что командир роты, это совсем иной уровень. Но они назывались в Византии на том уровне, на том этапе кометами. Поэтому назовем их комет. Это что-то типа командира роты. А дальше уже ниже них были кентархи. Которые командовали кентархиами. Это подразделение порядка 40-50 человек. В идеале в такой банде или дружине было 5 кентархи. Но изначально, конечно, кентархи это центурии. Там 100 человек, видимо, они уменьшились. А они подразделялись на декархи. Это подразделение в 10 человек. Аналог современного отделения. Но, если мы берем Фему как военный округ. То, конечно, там были, кроме командиров соединениями, частями и подразделениями, и другие должностные лица. Но, прежде всего, это комет штаба. По-современному, начальник штаба полевой армии или военного округа. Это довольно большой чин. Где-то по иерархии империи он должен был быть 3-4 ранга. И обязанностью его было обеспечение подовольствием, организация караульной службы, дежурство при палатке стратега. Далее, Брхартулари. Это человек, отвечавший за списки военных чинов Фемы. То есть, начальник канцелярии. Далее, был доместик Фемы. Это помощник или адъютант стратега. Был протоканкеларий. Старший писарь. Который вел документы оборотов. Оформлял различные документы. Скреплял их печатью. Типа нотариуса. И в иерархии это чин шестого ранга. То есть, уже такой средний. Был еще протомандатор. Старший порученец или курьер. Он должен был передавать распоряжение стратега другим военачальникам. В иерархии это был чин шестого ранга. А ниже были простые мандаторы. Это порученцы турмархов. Поскольку Фемы становились также административными единицами устройства империи. То там создавалась и гражданская иерархия. То есть, это чиновники, которые не находились на военной службе. Не имели отношения к военной организации. Но управляли жизнью гражданского населения. Но вот был протонатарий. Правда, непонятно. Это тот же протонатарий, о котором мы говорили ранее. Или другой протонатарий. Но согласно Успенскому, это выше, чем гражданский. Это неподчиненный стратегу. Его обязанностью было обеспечение Фемы как военного объединения. Всем необходимым подовольствием, людьми, почтовой связью. Что-то вроде начальника тыла получается. Далее был хартуларий. И тоже непонятно. Это тот же хартуларий, о котором мы говорили ранее. Или другой. То есть, был ли какой-то особый гражданский хартуларий. Но известно, что вот такой чин был. И им обозначался начальник канцелярии гражданской администрации части Фемы. Которая называлась Дукат. То есть, герцогство. Ну вот, например, из Секилии, как Фемы, отделились Дукаты Неаполь и Дукат Калабрия. То есть, эти Дукаты, это были как бы такие меньшие по территории образования, территориальные. И вот у них был начальник гражданской администрации, который назывался хартуларий. Начальник канцелярии гражданской администрации. Далее. Был претар Фемы. Кто такой претар? Это судебный какой-то чин. Был также судья. То есть, вот претары и судьи, они там занимались, организовали судебную власть, составляли судебную власть Фемы. Также в начале 9 века есть письменное упоминание об архонтах и ктиторах Фемы. Они ведали повседневной жизнью общин, которые входили в эту Фему. И это по нынешним понятиям. Это что-то вроде должностных лиц местного самоуправления. Но вообще архонты это типа городских магистратов, городских советников. То есть, люди, которые образуют городской совет. А ктиторы это что-то вроде старсты. То есть, вот такие чины, которые и тогда, и сейчас относятся к местному самоуправлению, а не к таким вот региональным органам исполнительной или судебной власти. Вот, в общем-то, все, что мне удалось собрать о Фемах, о Успенского, дополнить сведениями из Википедии, как-то это соединить, найти разные там нестыковки и попытаться их объяснить. Но, в принципе, сама суть Фемы это важное понятие для понимания Византийской империи с где-то 7 по 10 век. И наши вот последующие выпуски, они будут часто опираться на те или иные Фемы. И мы будем встречаться с теми названиями, о которых мы говорили сегодня. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, в LHOPLOW, становитесь мемберами, если у вас есть возможность. Также, если есть желание и возможность, подписывайтесь на страничку на сайте Patreon. Patreon.com, ставьте лайки этому видео, оставайтесь на моем канале, будем продолжать историю Византийской империи. А на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok